Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Мы начнем сегодня первое отделение композиции, которая состоит из двух пьес. Первая называется «Always and Forever». Ее написал замечательный гитарист Пэт Мэттони. Мы исполним фрагмент из нее. Она перейдет в пьесу одного из классиков американского джаза, которого звали Орнет Коуман. Но он классик, потому что он создал свой стиль вообще в джазе. Совершенно неожиданно для всех в 1958 году он записал пластинку и объявил, что это будет новый стиль. «Фри джаз». Тогда даже опытные джазмены, я уж не говорю о критиках и публике, возмутились, назвали это хулиганством. Вообще это не джаз, потому что Орнет Коуман на этой пластинке отказался от всего, что было характерно для джаза в то время. То есть от свинга, от ритма вообще, от соблюдения какого-либо квадрата и, главное, от блюзовости. Но прошло где-то лет 20, у него появилось огромное количество последователей, которые просто играли его музыку и каждый раз по-новому. И вот сейчас вы услышите композицию, которую я написал в 1958 году, но она прозвучит так, как ее записал сам же Орнет Коуман со своими молодыми последователями в группе, которая называется «Прайм Тайм». А стиль, которым эта пьеса прозвучала, они тогда назвали «Панк-фанк». Вот такая схема этой пьесы. Итак, мы начинаем с пьесы «Always and Forever» Пэтта Мэттени. Я бы перевел название ее как «На веки вечный». А сам Пэт Мэттени где-то написал в комментариях, что он посвятил эту тему своим родителям. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. Сейчас мы переходим к вокальной части нашей программы. Я приглашаю на сцену нашего солиста. Его зовут Марк Юсин. Я хочу вспомнить песню, которая принадлежит замечательному человеку, который в общем в истории музыки заметно изменил как свою внешность, так и внутреннее состояние. Дело в том, что Элвис Костелло, вот так зовут этого человека, он был когда-то в конце 70-х кумиром панков. Вы знаете, что такие панки. Это были нигилисты, которые отрицали все вообще на свете, может быть, кроме регги. А так им ничего не нравилось. Ни джаз, ни рок-музыка, конечно. Это была такая форма протеста против политики Маргарет Тэтчер, между прочим, которая тогда взяла такие санкции, с которой вся английская молодежь осталась без работы просто-напросто. И вот это движение, оно в общем просуществовало какое-то время. Потом жизнь наладилась, и многие из этих коллективов превратились в вполне добропорядочные, очень красивые даже группы, которые назывались «Новая волна». Ну вот, Элвис Костелло, я, ну где-то это был 2003 год, вдруг случайно обнаружил альбом Элвис Костелло. Называется он «Норд», у нас север. Я его приобрел и с неожиданностью увидел, что там совершенно другой человек снят, солидный, взрослый. А самое главное, меня потрясла музыка, которая там была. Там, значит, все песни были очень сложного содержания, и по музыке, и по тексту. И он не мог компанировать, и симфонический оркестр, и джазовый музыкант, и биг-бэнд, и даже какие-то джазовые известные солисты. Вот эта пластинка меня тогда потрясла, и я решил все-таки, что стоит вот именно одну из песен хотя бы сегодня исполнить с этого диска. Песня эта называется «Let me tell you about her». Итак, это Элвис Костелло, запись с пластинки «Норд» 2003 года. Элвис Костелло, запись с пластинки «Норд» 2003 года. Костелло, запись с пластинка «Норд» 2004 года. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он попробовал свои силы уже в Америке. Дело в том, что выступая в Канаде со своими братьями талантливыми, он занимал там всегда первые места. И вот ему посоветовали все-таки перебраться в Соединенные Штаты. И там он сразу же потеснил чернокожих звезд. И чем не очень обрадовал чернокожих таких же продюсеров, которые следили за этими списками популярности. И, в общем, несмотря на огромную популярность, его начали так как-то потихонечку убирать это всюду. И, в общем, в конце 70-х его имя было почти забыто. Это есть такой парадокс в музыкальном бизнесе, когда не дают кому-то ходу даже по каким-то расовым признакам. Но, тем не менее, он в памяти остался. Он, кстати, на несколько лет уехал по монастырям. Он был такой человек, в общем, эзотерик, восточными всякими интересовался древними учениями, занимался йогой. И общался с монахами. И, в общем, вернулся, и сейчас он продолжает свою концертную деятельность. Ну, вот сейчас подручет пьеса, которая была очень популярна в середине 70-х годов. Она называется «Fly into this night». «Fly into this night» «Fly into this night» «Fly into this night» «Fly into this night» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И согласно регистру международному, ни Португалия, ни Бразилия к латинским странам не относятся. И это, в общем, отложило свою печать, поскольку до конца 50-х годов Бразилии никто в мире не интересовался, даже Соединенные Штаты. Была очень популярна мамба, румба и просто повальное увлечение, ну, сальса еще кубинского. Я уж не говорю про танго, которое раньше еще было популярно, аргентинское. И вот вдруг проявился, тогда шла холодная война. Советский Союз противоборствовал с Америкой, как обычно. И вот, значит, Советский Союз начал захватывать что-то в азиатских странах. Тогда американцы решили все-таки Бразилию прибрать к рукам и послали туда культурную делегацию из джазмена. Туда поехал Стэн Гетц и Джолиан Кеннебол Эдерли. И когда они приехали на место, то увидели, что, оказывается, там давно существует очень красивая музыка, которая называется самба или босанова, это медленная самба. И они вывезли оттуда сразу исполнителей в Америку. И начался, я помню, эти времена, в 60-е годы, начался по всему миру бум босановы и самбы. Тогда я работал на улице Горького в кафе «Молодежный», это было начало 60-х годов. Мы переиграли все босановы вообще бразильские. И таким образом открыли для москвичей, во всяком случае, эту музыку. Ну и вот тогда как-то я еще не знал об этом, всех этих политических перипетий. Просто открыли музыку красивую и все. И вот не так давно я решил вернуться к этой теме. Тогда, кстати, я написал тему... Да, я узнал, что Дэйв Грубок на волне этой моды написал «Босанова USA». Я, недолго думая, написал нашу Босанову, и мы ее пытались тогда издать даже на какой-то пластинке, и, в общем, всего не вышло. Но недавно я решил вернуться к этой теме и написал тему, которую вы сейчас услышите. Я назвал ее «Новобосса». «Босанова USA» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 создавалась очень умными, образованными, интеллигентными студентами, непрофессионалами. Они потом становились профессионалами. Так вот, этих людей зовут Роланд Арзабал и Курт Смит. И они учились на каком-то таком философском, эзотерическом факультете и изучали разные книжки. И вот одна из них была в свое время очень популярна такая книга Артура Янова «Первобытный вопль». Название пьесы, которую вы сейчас услышите, очевидно, они взяли из названия этой книги, потому что песня эта так и называется «Шаут Крик». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавая заключение нашего концерта Вы услышите один из хитов 2017 года, который напел популярный английский певец Эд Ширан. Позвучит эта песня, конечно, в нашей интерпретации, а называется она «The Shape of You» Марк Юсин и Эд Ширан. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА